Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Айка Эмили и очередной мукбанг! Сегодня у нас картофельные корзинки. Увидела рецепт в инстаграме, решила повторить. Кстати, не пробовала, мы с вами впервые будем пробовать. Мама уже продегустировала, сказала, что очень вкусно. Я есть не стала, чтобы максимально больше съесть вместе с вами. Здесь у нас получается сыр, мясо, помидорка. В общем, очень вкусно. Еще сверху немножко барбариса. Должно получиться идеально. Здесь немного фруктов. Кстати, приехала мамочка, привезла черешню. Это черешня из нашего сада. Прикиньте, какая она крупная. И она еще, кстати, не доспела. Мама совсем чуть-чуть собрала. Здесь у нас дыня, абрикосы небольшие, оливки, помидор, огурчик и острый перчик. Он такой острый! Это просто нечто. Я до этого покупала такой перчик, и мне он очень нравился. Ну, чуть-чуть добавлял остринку. Но в этот раз я купила на скидке какого-то непонятного бренда. Я была просто в шоке от этой остроты. Пить мы с вами будем фанту. Если вы тоже кушаете, то вам приятного аппетита. Если не кушаете, то не кушайте смотреть мой мукбанг. Это просто преступление. Так что берите что-то и давайте хомячить вместе. У нас, на удивление, не так жарко. Не знаю, почему. Вроде не сильно жарко. Я не знаю, смогу ли я так полностью. Очень вкусно. Если хотите, я вам сниму обязательно рецепт. Но, в принципе, тут и так и все понятно. Но, если хотите, просто очень давно я не снимала. Никакие видео на кулинарный канал. На быструю руку могу вам снять. Я собиралась ехать в деревню. Но так получилось, что нас пригласили на свадьбу. Поэтому, наоборот, мама приехала. Мы, наверное, здесь останемся где-то недельку. Сходим на свадьбу. А потом уже поедем в деревню. Вообще, лето. Это сезон свадеб. И нужно подготовить деньги. У нас еще не так сильно. Это потому, что я не нахожусь в коллективе. У меня, например, подруга рассказывает, что ее пригласили на 6 свадеб в течение одного месяца. Это коллеги, люди, которых она не так хорошо знает. Вроде стыдно не идти. А если идешь, это вообще заоблачная сумма. Потому что, понятное дело, с пустыми руками идти невозможно. Подарки у нас как бы не дарят. Это очень редко. Можно встретить человека, который идет на свадьбу и дарит просто подарок. Обычно дарят деньги. Обычно это 150-200 монат. Кто-то дарит 500. Разная сумма. Особенно сложно тем, кто находится в молодом коллективе. Когда коллектив большой, летом за один месяц может быть там 4 свадьбы. Это всю зарплату просто спускаешь на свадьбу. А порой даже зарплаты не хватает. Очень вкусно, честно. Что насчет комментариев под прошлым видео? На момент съемки этого видео там 700 комментариев. И в основном все негативные. Касательно меня. Касательно того, что я меняюсь в худшую сторону. Что от прежней Айки уже ничего не осталось. Вы знаете, эти комментарии я не воспринимаю как таковой хейт. То есть люди высказывают свое мнение. Изменения во внешности я тоже вижу. Я вижу, что я меняюсь. Многие пишут, что с каждым днем я все старше и старше становлюсь. То есть выгляжу старше в связи со своими манипуляциями. Здесь, наверное, я с вами согласна. Вы знаете, когда я это почувствовала? Когда сделала брови, мне прям сразу плюс 6 лет. Короче, много было комментариев. Мне просто хотелось высказаться. Многие, честно, пытались как-то тактично выразить свою точку зрения. Не обидеть меня. За это вам огромное спасибо. Я это ценю. Мне это очень приятно. Когда тебе один человек говорит об этом, ты как бы не задумываешься. Но когда большая часть аудитории тебе говорит одно и то же, ты начинаешь уже задумываться. Но в то же самое время, если взять мою аудиторию тоже, вы тоже меняетесь. Но вы этого не замечаете. Я изменилась не только внешне, но и, наверное, внутренне. Стала более скрытой в каких-то вещах. И мне кажется, просто я повзрослела. То есть я поменялась в связи с тем, что я просто стала старше и на какие-то вещи начала смотреть просто с другой призмы, с другого ракурса. Хочу отметить, что я ни разу не делала ни одну пластическую операцию. Ни грудь, ни липосакцию, ни нос. Нос у меня тоже свой. Немногие почему-то думают, что я это делаю с собой из-за того, что я несчастна. Мне чего-то не хватает в жизни, любви, недолюбленная. Но это абсолютно не так. Я просто делаю какие-то вещи с собой, потом смотрю на видео, мне это нравится. Потом делаю опять и в какой-то момент начинаю перебарщивать. С этим я с вами согласна. В какой-то момент нужно как-то тормознуть и остановить себя. Честно, я очень много комментариев почитала, особенно длинных. Люди находят время, пишут какие-то ситуации в своей жизни. Это, конечно, очень приятно. Спасибо вам огромное. Это, конечно, очень приятно. И с одной стороны я начала понимать блогеров, которые что-то делают с собой, но не говорят об этом. В общем, в моем случае я всегда все вам рассказываю, показываю, куда что в кого-ло, сколько. Возможно, из-за этого так все воспринимается. Возможно, я реально перебарщиваю и сама этого не замечаю. Не знаю. Но, сказать честно, настроение вы мне не испортили. Просто какие-то моменты я в себе подкорректирую. У меня просто вчера такой странный день был. Я, получается, всю ночь спала, потом весь день спала, потом опять всю ночь спала. То есть я почитала в интернете, это ненормально. Из 24 часов я спала где-то 20. Просто весь день. Мне приснился такой классный сон за все эти 20 часов. Приснился один сон. Очень такой милый. Типа у меня есть парень. И мне парень дарит переходник. У меня есть один переходник, который вечно ломается. Я постоянно покупаю себе новый. Нигде не могу найти нормальный, качественный переходник. Я вообще об этом даже перед сном не думала. У меня были вообще другие мысли. Я уснула. И во сне я вижу, как молодой человек такой очень симпатичный. Дарит мне 4 переходника. В общем, такая коробка. Я ее открываю, и там 4 переходника. Причем такие крупные, качественные, классные. Мне настолько стало приятно. Я так обрадовалась. Как будто мне последний айфон подарили. И вот во сне такая, знаете, радость. Я такая думаю, блин, откуда он знает. Как он угадал, что мне нужен именно этот переходник. Он читает мои мысли. Я нашла того самого. И тут будильник. Я просыпаюсь. Оказывается, это сон. Но максимально необычный был сон. Мне он понравился. Очень вкусно. Прям хорошенько испекла в духовке. Прям долго. Я очень редко вижу сны. Но обычно они с каким-то подсмыслом, что ли. Перед тем, как умерла моя бабушка, мне приснился сон. Очень странный. Я тогда не придала этому такое значение. В общем, мы пошли в бассейн, типа, купаться. Взяли с собой вот эти круги, плавки, купальники. В общем, все, что нужно. Пошли купаться. И удивительный момент, что бабушка тоже была с нами. Хотя на подобные мероприятия она обычно с нами не ходит. И, в общем, мы все пошли купаться в очень грязную воду. Просто все наши родственники были в этой воде. Вода была очень грязная. Она была прям черная. Как будто из канализации. Единственное, бабушка лежала на солнышке. И мы все купались. И вот мне приснился этот сон. Я его очень запомнила. Прошло буквально, не знаю, 4 дня. Я узнала, что бабушка умерла. То есть суть заключалась в том, что все мы были в горе. Вот эта грязная вода, она как раз-таки символизировала что-то плохое. Негатив какой-то. Я не во все сны верю, но верю в те сны, которые я вижу очень четко. И запоминаю после того, как я проснулась. Иногда бывает сон, ты видишь, а проснулся уже и ничего не помнишь. А бывает сны, которые ты прям видишь в точности, до деталях. И запоминаешь на протяжении дня. Очень вкусно было. Как приятно кушать черешню из собственного сада. У нас в этом году в городе черешня супер дорого стоит. Прям очень дорого. Вот такая черешня сейчас на рынке 10 монат стоит. Дыня только появилась. Я решила сразу, давай. Взял на мукбанг. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами была Айка. Пока.